Расмеши Снежнова Расмеши Снежнова Расмеши Снежнова Расмеши Снежнова Ребята, привет! Добрый вечер! Привет, Витя! Ребята, как мне нравится у вас на Украине, если вы только представляли... Это приятно. Отзывчивые люди. Какая вкусная кухня. Мало того, я уже знаю историю Украины. Серьезно? Конечно. Я знаю, кто такой Шевченко. Я знаю, кто такая Леся Украинка. Так. Я знаю, кто такой Иван Мазепа. Видимо, Витьке в магазине с дачу давали разными купюрами. Да, да, да. Да нет, нет, нет. Я читал. Я серьезно читал. Да, конечно. А кто такой Григорий Сковорода? Кулинар. Кулинар? Походу, пятисоток он еще не видел. Это точь. Пойдем. Пойдем. Владимир Зеленский из Гимии. А я напомню правила нашего шоу. Каждый человек, который будет выходить на эту сцену, будет получать одну минуту времени, за которую должен рассмешить нашего комика. Если ему это удастся, он будет получать одну тысячу гривен. Смех комиков на второй минуте принесет ему пять тысяч гривен. На третьей минуте – десять тысяч, на четвертой – двадцать. И на пятой минуте, рассмешив комика, участник получит наш главный приз – пятьдесят тысяч гривен. Мы начинаем. Размеши свежего, развеши меня, развеши меня. Как всегда, все очень просто. Два монитора, в них два комика. У меня две кнопки. Я нажимаю на зеленую, начинают отсчитываться секунды. Нажимаю на красную, если один из наших комиков засмеется. Нажимаю на синюю, и мне приносят суп. Все очень просто, мы начинаем. Друзья, есть еще одна приятная новость. Сегодня не только участники будут поднимать нам настроение, но и мы попробуем поднять его участникам. И сделаем это с помощью сертификата на две тысячи гривен от интернет-супермаркета «Розетка.юэй». Спонсора выходных. Приглашаем участника. Газизов Олег Рось. Олег, здравствуйте. 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 Олег, скажите, пожалуйста, мнение сведущему человеку. Рось — это где? Это под Польшей. То есть вы до сих пор под Польшей, да? Да. А нам казалось, что Беларусь — свободная страна. Нам всем тоже так кажется. Кроме одного человека. Правда. Тоже с усами. Понятно. Рады вас видеть. Ну, в общем, вот, видимо, именно с этим желанием свободы и связана ваша мечта, которую я прочитал в анкете — жить на Кубе. Да. Понятно. Но чтобы туда долететь, надо заработать деньги. Правда. Шутками? Именно. Получится? Попробуем. Удачи. Спасибо. Олег, вы готовы? Да. Первая минута пошла. Каждое утро Лена приносила своему мужу кофе в постель, потому что, если она не успевала, утро начиналось с пива. Меньше всего отзади стоящей толпы геев. Сергей ожидал нож в спину. Когда машина президента едет не туда, GPS-навигатор говорит, ну, в принципе, можно и так. На 16-й секунде, Олег, вам удалось рассмешить наших комиков, а именно Владимира Зеленского. Вы получаете одну тысячу гривен. Вы будете продолжать? Да. Олег, вы готовы ко второй минуте? Да. И мы готовы. Поехали. Леша так громко и надрывисто кричал под роддомом кто, что в соседнем здании РУВД преступник всех сдал и взял пару висюков еще с прошлого года. Корабль так сильно качал на волнах, что куртизанка Наташа не сразу поняла, что капитан уснул. Невероятно, но факт. Сборная Беларуси по футболу празднует победу только 9 мая. Очень впечатлительный мальчик, собирая пазл, кричит «Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу!» При каждом совпадении деталей. Олег, вторая минута приносит вам 5000 гривен. Олег, мне кажется, все идет очень хорошо. Я предлагаю вам третью минуту. Попробуем. Попробуем. Поехали. Моему деду на войне дали орден и медаль, потому что винтовок и патронов на всех не хватало. Конвейер на запорожском автозаводе – единственное место в мире, где запорожцы реально едут. Когда отец садился делать бумажные цветы, дети знали. Зарплата пропита, но завтра 8 марта. Человек, который поделывает белорусские деньги, выргал в комика 50 тысяч гривен еще до начала первой минуты. На концерте народного коллектива из Шотландии больше всех зрителей веселил сквозняк. Дед Никифор жег сеновал, чтобы внучка даже и не думала. Лучше поздно, чем никогда. У Тараса Шевченко подошла очередь на квартиру в Киеве. Перед приездом президента в провинциальный город дома в городе красятся по принципу стринги. Полностью спереди и чуть-чуть сзади. Экстремальная бабушка, раскачиваясь на кресле качалки, отталкивается лбом и затылком. Лбом и затылком. Нет. Вова, Вова, это была улыбка. Это была улыбка. На самом деле я думал, что это я еще чуть раньше, понимаешь? Мне было больно за бабушку, ведь честно. Так больно, что ты даже улыбался. Олег, я вас поздравляю, вы выигрываете 10 тысяч гривен. Спасибо. Олег, мне кажется, настало время подумать, продолжать дальше. Еще один круг попробуем. Вы большой молодец, я вас поддерживаю. Поехали. На чемпионате Чернигова по снукеру судьей является тот, у кого ловит евроспорт. Из-за того, что красная шапочка шла через конопляное поле, она принесла бабушке всего полтора пирожка. Нетерпеливый сторож берется за новый кроссворд, не разгадав до конца старый. Пока папа знакомился с какой-то тетей, маленький Витя строил домик из песка. Строил бы получше, зная, что придется сегодня в нем ночевать. Гусары так быстро стремительно ворвались в деревню, что Марфа до сих пор думает, что отдалась облаку пыли. После рождения пятого ребенка Сергей перестал класть в карман с презервативами посторонние предметы. Печень грешного священника Николая знает все православные и католические праздники. О фестивале «Украинский рок». Если на второй день фестиваля выйти с утра из палатки и посмотреть вокруг, то можно убедиться, что рок-н-ролл мертв. Сергею было 25 лет, но он уже был наполовину седой, потому что на выборах президента Беларуси ему на секунду показалось, что он поставил галочку не в той графе. Мужики под роддомом аплодировали стоя парню, который под окнами во все горло орал. Лена, давай останемся друзьями. 20 тысяч гривен зарабатывает Олег. Ох, Олег. Да, Олег, если бы на месте комиков сидел я, вы бы уже давно заработали 50 тысяч. Редко мы с Женькой смеемся одновременно, поэтому спасибо вам, была крутая шутка. Спасибо вам. Классно, классно. Олег, итак, 20 тысяч гривен и впереди главный приз. 50 тысяч. Достаточно. Олег, учитывая ту скорость, которую вы произносили шутки, мне кажется, у вас еще столько же шуток. Может быть, все-таки мы попробуем пойти на 50 тысяч? Я считаю, что достаточно. А как же ваша кличка? Вот тут вас называют, друзья, газ. Да. Сейчас притормозили вы. Не, ну... Кличка может поменяться. А вы что, завидуете украинцам? Я не понимаю, в чем проблема. Мы? Нет. Ну и что? Ладно, вы, ладно, нет, хорошо. Дважды оскорбили нас сейчас. Извините. Вы еще деньги не получили, аккуратно. Извините, я не хотел. Олег, я настоятельно рекомендую вам взять еще одну минуту. Достаточно. Ну, это было веско. Олег Газиза, прось, получай 20 тысяч гривен. Размеши свечного, сделай, чтоб парень с пьянки. Размеши свечного, и под столом валяться. Размеши свечного, пусть намочат колпотки. Размеши свечного, но только не с пляжа щекотки. Классно. Супер, шуток, кстати, было очень много. Очень много было шуток. Мы и действительно держались и терпели. Это тут редкий случай. Круто. Да. Мне очень нравится в Украине. Вот такие красивые девушки. На сцене Кутейников Роман и Гайдичук Васильевич. Коломыя. Размеши свечного, распиши меня, распиши меня. Ребята, привет. Громе слава. Я вот думаю, может мне тоже такую притчу забодяжите. Без проблем. Я знакомый Пирокар. Он трохи слеповатый. Я понял. У вас был трохи, а уже не полностью слеповатый. Я постарался. Ребята, вот вы работаете в дуэте, да? Да. Обычно дуэты очень похожи. Ребята внутри дуэта друг на друга. Но у вас вот совсем вы разные. Наверное, дрезанных батькев просто. Я вижу, что у вас хорошее чувство юмора. Не будем вас мучить вопросами. Заработайте деньги. Удачи. Пробуем, пробуем. Ну что ж. Легко. Ребята, первая минута пошла. Итак, дорогие друзья, уявите себе, что битва экстрасенсов в финал проходить в горах Карпатах. Добрий вечер, шановители. Градачи, перший наш финалист – это Мольфар Василь. Пане Василь, доброго дня. Перед вами стоят 30 автомобилей Таврия. В одном из этих автомобилей захованный ваш кум Иван. Куме? Вы его должны найти. Легко. Так, завдание зрозумели? Йо! Час пошел. Куме! Га! Власти, что вы там залезли? Ходите сюда. Итак, дорогие друзья, уявите себе выпадок у маршрутки. Сиди, сиди, сама виновата. Одна тысяча гривен у вас в кармане. Ребята, вам удалось рассмешить наших комиков. Спасибо. Что мы делаем? Граем в паршрутку? У нас тысяча гривен, Василь, и мы можем дальше играть на правиль. Так и будем. Поехали. Итак, дорогие друзья, выпадок в операционной. Так, лекаря, рятуйте. Давайте, давайте. Скальпель. Так, скальпель. Відсос. Відсос. Тампон. Тампон. Я пшел? Давайте. Ну. Ну. Ну давайте. Ну. Ключи від БМВ? З днем народження! З днем народження! Ай, я чувствовал, я чувствовал, что все будет хорошо. Можете же, ребята, можете. Чернушка зашла. Все-таки, 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 все-таки. Есть, есть. Есть, есть, есть. Ребята, у вас 5000 гривен. Ура. Yes. И оба сказали по-украински. Один ура, второй yes. Але мы це переводим більше в литраж самогоня. 5000 гривен, це литраж у самогоня. Это сколько у нас получается? Давай, раньше не будем рахувати, чтобы тата не знали. Це веселье є, добре, нормально. Это веселье можно робит. 5000 гривен, це багато самогонки. Едем дальше. Мы готовы дальше, на десятку, как то кажут. Видят, тебе перевезти все? Да, чуть-чуть. Я только десятку понял. А мы можем продолжать дальше. Спасибо, ребята. Василь, ты знаешь закон российского? Я! Ребята, поехали. Поехали. Бабуся, яка выпала с 12-го поверху, помогла выиграть внукове конкурс малюнків на асфальте. Дальше. Ну что ж, дорогие друзья, итак, уявите собі биатлонист-романтик. Добрый вечер, мы ведем прямую трасслянцию с Сочи 2014. И наш биатлонист-українець буквально зараз на одній лижній выборює собі перше місце. Это первая золотая медаль. Иииии... О, Боже, подснежники. Маморезно. Ребята, вы выиграли 10 тысяч гривен. Як кажуть, у нас на Прикарпатті з нас рогань. Ребят, пиво. Вить. Ага, я понял. Я думал, рога. Это уже не до нас. Мне очень симпатизируют эти ребята. Актерская игра, хороший юмор, хороший. Ты видишь оттуда прям эту альбовскую игру, да? Я вижу, я вижу отсюда в отражении ваших глаз, Владимир. Дорогие друзья, поехали. Напевно, сигнальчик. Итак, випадок у ветеринара. Добрий день, лікарю! Господи. Добрий день. Розбудись, куда? В смысле? Ну, ви рік тому його усипили, думаю, виспався. Так, поїхали дальше. Итак, дорогие друзья, вы знаете, если в горилку додаете в отбилювач ванюш, то горячка стає не билою, а білоснежною. Поїхали дальше, дорогие друзья. Итак, випадок между девчиной и хлопцем. Ти знаешь, нам давно треба з тобою було поговорити. Так. Так. Дивись, я не хотів тебе лякати, але... Ну, что ж, дорогие друзья, будем плачать. Итак, увейте бармен, який працює в баре. Эй, бармен, сделай коктейль, будь ласка. Швиденько, швиденько, брачок. Давай, давай, раз, и... А ну, давай, все, все. Опа, опа, нічого собі ти мочеш. Давно упав? С самого початку. Поехали дальше, беріть, друзі. А, ну все-таки... Йес! Старалися, старалися. Ребят, если вы будете продолжать заниматься этим же своей жизнью, у вас большое будущее. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо, новацу. Спасибо. Спасибо. Супер, бомба. Їдьте всі, пробуйте себе. Хто трошечки пише, колотай. Ми приїдемо на другий раз, я обов'язково заберемо з собою всі 50. Привет всім из міста Колумея. Бругіс Яніс. Город Ріга. Латвія. Просвеши свечного, просвеши меня, просвеши меня. Яніс, здравствуйте. Здравствуйте. Родной голос услышали, да? Да, на моем языке. А у вас такой язык? По-нашему, да. По-вашему. Яніс, как дела в Прибалтике? Все... А, очень хорошо, потому что солнечно. Очень хорошая погода. Хорошая погода? Да, можно загорать, можно... Почему по поводу загорать вы посмотрели на часы? А потому что я ношу часы, и у меня не загоревшая область. Именно здесь? Да. Яніс, скажите, а шоу «Расмеши комика» идет в Риге? Нет, не идет. Не показывают? Ну, пока что вот... Косяк. Да, понятно. Яніс, вообще, честно говоря, Юрмала всегда встречала любых товарищей, любые фестивали юморные. Всегда приветствовала, как говорится, с аплодисментами и стоя. Мы знаем, что люди там с хорошим чувством юмора. Вот. Яніс, ну что? Удивите? Да. А че вы так вообще потеряно говорите? Переживаете? Не, перевожу, а потом вот только... А, понятно. Вы переводите? Да, перевожу. Понятно. Ну, тогда не спеша. Да. Мы вам предлагаем выиграть деньги. Яніс, мы надеемся, вы будете говорить на русском языке. Русском. А можно посмотреть, кто там? Просто знакомый, очень знакомый голос. Кто там? Посмотрите, да. Кто это? Это Васильев. Хотя не уверен. Я тоже уже не уверен. Да. Ну что, Яніс, удачи вам. Яніс, минута пошла. Официант, принесший Валуеву пережаренный бифштекс, унес обратно бифштекс с кровью. Андрей получил пять лет каторги. Родители Андрея счастливы. Как-никак, единственный из трех сыновей, который при работе. В детстве академик Павлов каждый месяц просил родителей купить ему собаку. Просто собаки быстро заканчивались. Студенты по обмену днем обмениваются знаниями, а ночью опытом. Как говорила практичная мать красноармейцу, будешь возвращаться с войны, возьми хлеба. GPS-навигатор Моисей, если не может найти маршрут, то сразу начинает грамотно отмазываться. Читая райдер Дарьи Донцовой, очень трудно догадаться, кто окажется убийцей. Биологичка начала встречаться с физруком и открыла для себя новые способы размножения. Ленина было решено вынести из мавзолея, но головой вперед, потому что Ленин все-таки жив. Разыскивается человек-амфибия, нашедшему просьбу сообщить, что его ждут дома. А то, а то, а то, а то, а то море волнуется. Янис, но мне кажется, вообще вам сложнее, чем кому-либо из наших участников. Вам приходится переводить с одного языка на другой. Ну, не успели вы, Янис. Видно, что вы старались, и неплохие репризы, и понятно, что они ваши, но вы их переводите, вы тратите на это время. Да. Неэкономно. Янис, спасибо вам большое. И как поет ваша землячка, еще не вечер, еще не вечер. Эти шутки были написаны достаточно давно, и у шуток все-таки есть какой-то срок годности. И у этих, наверное, уже истек. На сцене Аня Гресь. Киев. Распиши свежего, распиши меня, распиши меня. Здравствуйте. Анечка, здравствуйте. Здравствуйте. Аннушка, вы модель. Да. Модель-реабилитолог. Да. То есть вы, собственно говоря, кому-то этим помогаете? Нет, слава богу. Слава богу, нет. Нет. А неужели есть такая профессия, модель-реабилитолог? Ну, это совмещенная реабилитолог. Я закончила КПИ по специальности физическая реабилитация, и параллельно работаю моделью. Что вам приносит деньги? Модельный бизнес. Понятно. А шутки при чем тут? Ну, так, досуг. Это ваш досуг тогда? Ну, прекрасно выглядите. Спасибо. Анна Леонидовна. Да. Зачем вам нужны деньги? На ремонт. У меня пола нету дома. Нету пола? Нету. Понятно. Мы желаем вам удачи. Очень хотим, чтобы вы выиграли деньги, и наконец-то в вашей квартире появился пол. Да. Я тоже этого хочу. Удачи. Аня, я думаю, если вы будете шутить так же, как вы выглядите, у вас все получится. Спасибо. Поехали. Как меня достали пикаперы? Ну, вот эти, которые начинают свое знакомство с фразой «Вас зовут Алиса?» Не из чего вы взяли. Ну, просто мне на секундочку показалось, что я в стране чудес. Ну, эти, которые говорят «Вы давно занимаетесь воровством?» Нет, а что я украла? Мое сердце. Ну, бесит. Я просто давно выучила все эти приемы и разработала свои приемы антипикапа. Когда ко мне парень в клубе подходит, говорит «Девушка, а можно я вас угощу коктейлем?» Я ему говорю «Я с тобой спать не буду». Они тогда так типа теряются, такие «Да нет, вы что, не подумайте. Я так пообщаться, но я сейчас сто лет схожу и вернусь». Ну, уходят, не возвращаются. Один только попался, который на мой ответ «Я с тобой спать не буду?» Спросил «Почему?» Тут уже как бы растерялась я. Говорю, ну, я сейчас в туалет схожу и вернусь. Анечка, вы выигрываете одну тысячу гривен. Я надеюсь, у вас есть еще такие же веселые истории. Можно отвечать. Да. Вы берете вторую минуту, чтобы заработать пять тысяч гривен? Сейчас я вспомню. Да. Аня. Вторая минута пошла. Парни, вы просто не подумайте, что я принципиально не хочу знакомиться. Но просто можно это делать как-то, но адекватно. Не стоит знакомиться с девушкой в метро, если вы сидите, а она стоит. Вот это вот «Эээ, чё? Как тебя зовут? Ээээ?» Не стоит знакомиться с девушкой в паранже с фразой «Эээ, Христос воскрес!» Пять тысяч гривен зарабатывает Аня из Киева. Анют, рискнем, пойдем на десять? Нет. Нет? Нет. Практично. Я сейчас как тот мужчина спрошу, а почему? Ну, я сейчас в туалет схожу и вернусь. Молодец, молодец. Ань, действительно, пять тысяч — это все, что нужно для счастья? Да, я не сильно прихотливая. А закончились истории просто, в чем причина? Ну, возможно. Десять тысяч? No. Не хотите? Нет. Почему? Так отяну. Анюта! Такие красивые девушки не часто выигрывают в нашем шоу, а вы одна из них. Мы вас поздравляем, забирайте свои пять тысяч гривен. Смеши свежного и поставлю валянку. Спасибо. Молодец. Молодец. Но только не из подущих водки. Лучше «Синица в руках», чем «10 тысяч в небе». Сидоренко Олег, город Запорожье. Олег, добрый вечер. Здравствуйте, Виктор. Очень рад вас видеть. Здравствуйте, Владимир, Евгений. Уважаемый зал. Уже за это готовы отдать деньги? Ну, штучку давайте. Штучку сразу дадим, как только рассмешите. 33 года. Да, бывает. Бывает один раз в жизни. Ну и у некоторых комиков есть возможность один раз в жизни прийти в эту студию, заработать деньги. Возраст, когда пора определиться. Вот именно поэтому я сюда и пришел. Ну а если заработаете деньги, на что потратите? У меня очень большая семья, я разберусь. Удачи. Огромное спасибо. Олег. Да-да. Мы готовы? Ну, конечно. Поехали. Песни Стаса Михайлова дали послушать слепому человеку, и он оглох. Шел по лесу, провалился в берлогу, там медведица рожает. Думал, ну все, капец. А не, теперь кум. Виктор Васильев не нажимает кнопки в лифте, пока не увидит смех одного из комиков. Четыре аборта. Так закончился проект «Холостяк-3». Многие задают вопрос, почему нет беломора облегченного с ментола. Друзья, какая разница все равно вытрушивать. Представитель Якудзы, пообщавшись с пацанами из Борщаковки, смыл тату и ушел в христианство. Андретан хорошо идет под шашлык. Дембель Петров довел резиновую женщину до оргазма. Гадая по руке Николая Валуева, цыганка осознавала, где смерть, где-то рядом. Любимая. Спас вас, Владимир Зеленский. Спас, да? А в самом начале, конечно же, были, честно говоря, очень хорошие репризы. Вы их так спокойно говорили. Спасибо, Владимир. Не, вам спасибо за творчество. Спасибо. Поздравляем. Олег. Да, мы идем дальше. Мы идем дальше? Да, конечно. Любимое развлечение в доме престарелых. Мерятся давлением. Маленький, но очень гордый певец Михаил Поплавский. На корпоративе «Газпрома» Каждой своей песней подымал цены на газ для Украины. Есть, значит, козыри у вас в загажничках там. Очень смешно. Олег, вы зарабатываете пять тысяч. Мы идем дальше? Спасибо, Виктор. Мне приятно вас слышать сейчас. А мне приятно вас слушать. Поехали. Добрый доктор Айболит за аборт ежа сидит. Молдавский дятел застеклил дупло под ключ. Самый богатый человек в мире не тот, кто может себе позволить полететь в космос, а тот, кто может туда вызвать проститутку. Евгений Кашевой. Ну, я, ребята, удивляюсь с вами, потому что я раскололся сразу. Я держался. По крайней мере, неприлично смеяться с такой шутки. Нас же смотрят наши, так сказать, жены. А Женя, понимаешь ли, свободный человек. Уже. Поздравляем. Олег, я напомню, что у вас сейчас вам будет неприятно. Десять тысяч гривен. Уже есть, да? Уже есть. Десять тысяч гривен. И я предлагаю вам, Виктор, мне все приятнее и приятнее вас слушать. Настоятельно рекомендую, чтобы вы пошли дальше. Спасибо вам огромное. Пойдем. Пойдем. Четвертая минута пошла. На кону 20 тысяч гривен. Двенадцатилетняя девочка, послушавшая все альбомы Стаса Михайлова, неожиданно для себя постарела на 30 лет. Вот сейчас смешно будет. Евгений Кашевой настолько похож на Оскар, что его получил Зеленский. Олег, я вас поздравляю. 20 тысяч гривен приносит вам Оскар Евгений Кашевой. Еще же, знаешь, по ответе, вот сейчас будет смешно, говорит. Да, это было очень смешно. А вот сейчас будет смешно. Олег, а можете ли вы предвидеть и сказать, будет ли смешно на следующей минуте, которую вы, как я думаю, возьмете? Ну, я только 17 прочел, а у меня их 50. Вы знаете... Олег, сейчас будет последняя минута, заключительная минута, после которой вы выиграете. Я знаю, самая ответственная. Может быть, есть смысл подобрать самые-самые шутки хорошие. Виктор... Я понимаю, что для вас они самые-самые все. Виктор, когда я слышу ваш голос, он придает мне уверенность. Поэтому я пойду... Вы хотите, чтобы я говорил во время вашего выступления? Придется делиться на двоих тогда. Олег, я с вами. Спасибо, Виктор. Итак, мы идем? Да, идем. Вам рукоплещет зал. 50 тысяч гривен на кону. Сколько в ЖЭК не ходи, все равно два раза ходить. Крот, который вылез на Казантипе, прозрел. Артем Милевский не попадает в основной состав Динамокиев, потому что еще текила на губах не обсохла. У врачей даже смски хрен разберешь. Сейчас опять будет смешно. Стас Михайлов подал в суд на Стаса Пьеху за то, что тот Стас. Таможенники задержали фуру с 10 тоннами героина, так как с документами было все в порядке, пришлось пропустить. Секунду. Мало кто знает, что песню «Поздний вечер в Соренто» Алексей Глызин придумал в Саратове. На самом деле в тюрьме сидит не Юлия Владимировна Тимошенко, а ее двойник. А настоящая Юлия Владимировна сидит в другой тюрьме. У детей, рожденных в... Олег, вы все-таки умеете расстраивать людей. Я была чуть не раскололся, конечно же. Особенно, когда Евгений хохотал всю эту минуту про себя. Не вышло. Бывает, это жизнь. Это жизнь. Ну, спасибо вам за эти прекрасные вопросы. Спасибо, мне искренне жаль, но вы талантливый человек, у вас очень хороший юмор. Спасибо. Удачи. Многие юмористы могут позавидовать вам. Я не расстроен. Это эмоции, это положительные эмоции. Советую всем сюда ехать, участвовать и играть. Жень, продолжаем? Да, конечно. Спасибо. Сейчас как раз мой контингент пойдет. Одесса? Нет, возраст. Отчество здесь есть, да, вижу. Итак, дорогие друзья, на сцене Одесса. Емельянова Алла Петровна! Развеши свежного, развеши меня, развеши меня. Здрасте. Алла Петровна, здравствуйте. Здрасте, Алла Петровна. Здравствуйте. Рады вас видеть в нашей программе. Разрешите представиться. Прошу вас. Во-первых, я одесситка в пятом поколении. Во-вторых, я победительница конкурса «Супербабушка города Одессы». 2003 года. Но его отменили, потому что побеждить меня было невозможно. Алла Петровна, простите, пожалуйста, вы понимаете, что время еще не пошло? Либо это просто представление? Это просто представление. А, извините. Одно последнее фразочка. Встретимся утром. Можно? Виктор. Да, конечно. Я почти почувствовала себя музыкантом. Видите? И я играю на этом раритете. Прошу отнести к этому сознательно, потому что я на ходу все переделаю по 10 раз. Возраст уже такой, вы понимаете? Сегодня я исполню для вас куплеты. Я поэтесса одесского замеса. Можно? Видимо, я сам должен, когда хочу. Алла Петровна, я прошу прощения. Просто ведущий, который находится позади вас, вот немножечко выше, да, он пытается объяснить вам. Я немножко выше, выше. Он уже, он уже от меня спрятался. Спрятался? Алла Петровна, я здесь, это шутки. Это шутка, вон она. Алла Петровна, здравствуйте. 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 Вы прекрасны, вы прекрасны. Благодарю вас. И все же, если вы готовы уже выступать, я нажму на кнопку, чтобы первая минута пошла. Хорошо. Да? Благодарю вас, да. Попробую. Итак, первая минута пошла. Я поэтесса, я поэтесса одесского замеса, попробуйте найти во мне изъян, аккомпанировать на этом раритете сумеет вряд ли сап табачких ян. Я поэтесса одесского замеса, и счастлива, поверьте мне, друзья, что... Я плачу. Алла Петровна, мы вас поздравляем, вы выиграли одну тысячу гривен, но это, я думаю, что пока. Алла Петровна, вы понимаете, что вам удалось рассмешить комиков, и вы получаете одну тысячу гривен, мы будем продолжать, либо вы заберете денежку. Нет, понимаете, дело в том, что вы не задали традиционный вопрос, зачем вам деньги? Разрешите сказать, зачем, зачем? Хорошо? Ну, во-первых, у меня на следующий год юбилей, 85 лет всего. И я хотела бы принять своих гостей, в том числе и вас, мои дорогие, не просто в Забегаловке, а в самом лучшем ресторане в Одессе, на Приморском бульваре. На Приморском бульваре в Моцарте. Вот у меня такая мечта. Для этого нужны деньги. Ну, как вы сами понимаете, на тысячу рублей, наверное, там... Да позовите не всех. Только друзей позовите, Алла Петровна. Алла Петровна, мы готовы вторую минуту запустить, да? Спасибо большое. Я-то должна обязательно была повернуться к этому... Нет, не обязательно. Нет, к нему вообще не можно поворачивать. Если он не претендует на мое внимание, то я не буду к нему поворачиваться, хорошо? Я и так очарован, можете не поворачиваться. Спасибо. Спасибо. Алла Петровна, и так, вторая минута пошла. Вторая минута... Одну секундочку. О, щас, щас, щас. Я как чувствовал, не нажал. Я поэтесса одесского замеса. Попробуйте... Так, нет, нет, нет. Щас, щас. А потому что мне только сейчас дали текст, который я должна выучить. Алла Петровна, и минуты идет не тратить время. Как вы думаете, вот вы бы выучили его сейчас в течение одной нескольких минут? Нет? Вот так. Теперь терпите, пока я не выучу. Алла Петровна, вы зарабатываете пять тысяч. Вам удалось не просто рассмешить, а истерика небольшая была у Владимира Зеленского. Алла Петровна, подождите секундочку, подождите секундочку. Да. Вы только что, только что, не подозревая... Абсолютно. Выиграли пять тысяч. Абсолютно не подозревая. Да. На пять тысяч гривен вы сможете отметить свой день рождения? Если придут мои дорогие Женя и Вова, мне не хватит. А мы же как жрем, так жрем. Нет. Я имею ввиду только выпивку. У Дипа самую лучшую. Что ты молчишь, Алкаш? Скажи бабушке. Скажи, чтобы нормальный день... Я не могу говорить, я же тебе сказал. Алла Петровна, итак, у вас в кармане уже можно сказать пять тысяч гривен. Вы их заберете или будете продолжать? Я буду продолжать. Но вы имеете ввиду, что если вам за следующую минуту не удастся рассмешить комиков, вы потеряете все деньги. Ужасно, но смирюсь. Алла, вы меня покорили. Итак, Алла Петровна берет минуту. Итак, третья минута. Алла Петровна пошла. Я поэтесса одесского завеса. Попробуйте найти во мне изъян. И если Вова или Женя улыбнется, то моя дедулька будет завтра пьян. Я... Ой, продолжать надо, да? Сейчас, сейчас, сейчас. Я поэтесса одесского замеса. Не скрою, что зовусь я тоже Айла. И восемьдесят с хвостиком нисколько. Я парня бы себе не охомутала. Алла Петровна, вы выигрываете 10 тысяч гривен. АПЛОДИСМЕНТЫ Витя, забери Аллу Петровну. АПЛОДИСМЕНТЫ Потому что я уже чувствую себя поэтессой из одесского замеса. АПЛОДИСМЕНТЫ А у меня еще один куплет. Говорите, что... Алла Петровна... У меня, говорит, еще один куплет есть. Алла Петровна, у вас... Алла Петровна, вы выиграли 10 тысяч гривен. Хорошо. 10 тысяч гривен. Хорошо. Ну, я надеюсь. Друзья мои, я честно вам говорю, что я таки литератор, музыкант и вообще ужасно талантливый человек. АПЛОДИСМЕНТЫ Понятно? Поэтому я продолжаю. Или потеряю все, или ничего. АПЛОДИСМЕНТЫ Алла Петровна и зал, говорит, деньги. Боже мой, а можно я один вам спою куплет бесплатно? АПЛОДИСМЕНТЫ Алла Петровна, вы нам тогда скажите, что вы забираете деньги, потому что... АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Все-таки насиск зала, это не ваше решение. АПЛОДИСМЕНТЫ Ах, как жаль. У меня столько материала. Ну, я к вам... Юбилей. Вы приезжайте ко мне в гости, а я потом к вам на кастрю. Мы же пригласим, как завезут. АПЛОДИСМЕНТЫ Алла Петровна, скажите, вы берете деньги? Да. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Алла Петровна, выигрывай 10 тысяч гривен. Сделай, чтоб варить пьянце. Размеши свежного. И под столом валяться. Размеши свежного. Пусть намочат колботки. Размеши свежного. Но только не использую щекотки. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Благодарю. Спасибо. Миниатюра. Вова переводит бабушку через дорогу. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 На сцене, ну, может быть, я несколько преувеличила свои возможности, а я могла бы и в пляс спуститься, но не позволила себе. Значит, вести себя корректно, умно и красиво. АПЛОДИСМЕНТЫ Просто это невозможно, знаешь. АПЛОДИСМЕНТЫ Четыре раза начинать я в Одесского заменца, а потом сказать, «Слушайте, у меня еще столько материала». АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, молодец, бабушка. Ах, хорошо отметить. Давайте еще раз поаплодируем Алле Петровне Емельяновой из Одессы. АПЛОДИСМЕНТЫ Мне кажется, что участники, которые сегодня выиграли деньги, сразу же поедут по магазину. О, да никуда они не поедут. Почему, Жень? Потому что сейчас мы им подарим сертификаты на 2000 гривен от интернет-супермаркета «Розетка Юэй» спонсоров выходных. Да, и они все смогут заказать в интернете. Легкости. К сожалению, шоу «Рассмеши комика» подошло к концу. Если вы сидите у экрана телевизора и думаете, ехать вам смешить комиков или нет, я вам скажу, конечно, приезжайте. Даже не раздумывайте. Ведь 50 тысяч гривен на дороге не валяются. Ну, если, конечно, это не дорога в Межигорье. С вами был Виктор Васильев. Увидимся через неделю. Пока. «Рассмеши свежного» Сделай, чтоб парень смеялся. «Рассмеши свежного» Пусть намочит колготки. «Рассмеши свежного» Наталька не использует щекотки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»